После изучения растекреченных ФСБ России архивных материалов об убийстве в октябре 1942 года воспитанников Ейского детского дома, Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье «Геноцид». Согласно архивным данным, для проведения карательных операций по уничтожению советских граждан в Краснодарский край в период 1942-43 годов была направлена зондеркоманда СС-10А, возглавляемая доктором Куртом Кристманом с мобильными газовыми камерами. 9 и 10 октября 1942 года члены зондеркоманды, применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство воспитанников детского дома в Ейске. Тела 214 убитых детей были обнаружены после освобождения Краснодарского края от немецко-фашистской оккупации в 1943 году в районе Широчанского хутора. Часть военнослужащих, в том числе и Курт Кристман, за совершение этих преступлений были осуждены. Однако, не все лица, в том числе и из членов зондеркоманды, понесли наказание за совершенные злодеяния в отношении мирных советских граждан. Между тем, в соответствии с уставом Международного военного трибунала в Нюрнберге, убийство и истребление гражданского населения являются преступлениями против человечности. Они срока давности не имеют. Поэтому, руководствуясь нормами международного права и национального законодательства, Следственный комитет имеет все основания для производства расследования действий указанных лиц. Ни один факт преступных действий, основанных на идеях расового превосходства, нацизма даже спустя десятки лет не должен оставаться безнаказанным. Продолжение следует...